Не минуты покоя. Это проработника в столовой в первой школе. Во время обеда здесь желающих полакомиться вкусной едой хоть отбавляй. Первоклассник Никита Васильченко здесь частый гость. Здесь хорошо кормят, вкусно кормят. Здесь всегда вкусно пахнет. Я прихожу сюда каждый день, ем. Первое, второе, салат и компот – такое богатое меню предлагают всем детям без исключения. Для ребят из социально незащищенных семей эта трапеза обойдется в 150 тенге. Всем остальным придется платить дороже. К оридаторам школьных столовых у городского отдела образования жесткие условия. Недостаточно просто вкусно приготовить котлету или борщ. Крайне важно, чтобы цены не дорожали в течение всего учебного года. Но и это еще не все. В соответствии с санитарным требованиям – это самое главное условие для арендаторов. Сверкать чистотой школьные столовые обязаны в любое время. В этом году работники городского отдела образования озаботились еще одной проблемой. Деление на обеспеченных посетителей столовой и малообеспеченных станет менее заметно. Дети, конечно, разного возраста, которые получают питание. Поэтому, значит, тут школа смотрит индивидуальный подход. Дети, старшеклассники, которые стесняются уже идти, может быть, в школьную столовую и, значит, там питаться. Для них, значит, сухие пайки им выдаются, значит, сухими пайками, к примеру. Ну а младшие классы, средние классы, они с удовольствием посещают школьную столовую. В поддержке со стороны государства в этом году нуждается около 5000 шемкенских учеников. Все они будут получать питание бесплатно.